КИНТОСКАЯ ДЕРБИ КИНТОСКАЯ ДЕРБИ КИНТОСКАЯ ДЕРБИ КИНТОСКАЯ ДЕРБИ Победа в подковах? Это нетрудно. Всего лишь точно вычислить сопротивление воздуха, гравитацию и скорость, рассчитать всё и сделать бросок на идеальную длину. Вообще-то это трудно. Чтобы вывести идеальное уравнение, мне пришлось решить задачу, поставленную сэром Исааком Ньютоном, которую никто не мог решить свыше целых трёхсот лет. Неважно. Главное, твой мозг наконец-то работает на нужное дело. Мы обыграем Джинджера в подкову! Да. Ты чего не даёшь пять, Бен? Кажется, новости о моём уравнении распространились. Профессора из Университета науки и технологии пригласили меня оказать им помощь в проведении эксперимента. Ого, поздравляю! Это круто! Но есть одна проблема. Дата эксперимента совпадает с финалом турнира по бросанию подков. Что ж, это не последний эксперимент в университете. Что? Ты хочешь, чтобы я отказался от этого шанса ради игры в подкову? Да, что? Что-то не так? Это мой шанс сделать себе имя, чтобы великие умы признали меня великим мыслителем. Кого волнует, что думают эти ботаны из универа? Тебе там всё равно не место. Твоё место здесь, с нами. Извини, Том. Университет зовёт, учёный идёт на зов. А теперь не мешай. Я должен найти свой лабораторный халат. И я без него как голый. Какой облом. Теряешь партнёра по игре и все дела. Да уж, кажись, мы снова победим. И энергетические напитки будут в нашем распоряжении ещё год. Ура! Спасибо, что пришли помочь нам в проведении эксперимента. Мы не смогли бы работать без таких смельчаков, как вы. С моими многочисленными талантами было бы грехом не послужить науке. О, это мой личный стол. Что ж, расскажите, над чём мы работаем. Слушай, здесь изучаются так называемые электромагнитные поля. Или ЭМП. Бен, повтори, электромагнитное поле. Ха-ха, вообще-то я решил подковное уравнение Ньютона, которому 300 лет. Так что я знаю, что такое электромагнитное поле. Молодец. Ты действительно очень умный. Так что мы расскажем тебе чуть больше, над чем мы тут работаем. Но мы будем говорить с тобой из соседней комнаты, если ты не против. Нет проблем. У меня отдельный кабинет. Настоящая лаборатория. Бен, ты наконец-то на своём месте. Итак, Бен. Наша лаборатория работает вот над чем. Предыдущий эксперимент убедил нас, что воздействие электромагнитных полей, создаваемых Wi-Fi'ем и сотовыми телефонами, абсолютно безвредно. Это всё же не совсем так. Всё зависит от мощности сигнала и также... Это абсолютно безвредно. А если эти поля абсолютно безвредны, то что произойдёт при воздействии очень-очень-очень сильных полей? И прикольно взглянуть, как они повлияют на людей. Я здесь, конечно, новичок, но ведь наука работает совсем не так, верно? Именно так. Эй, а это ещё зачем? А, мы будем облучать тебя электромагнитной энергией. Э-э, какого рода? О, всевозможного. Вы всегда так обращаетесь с научными сотрудниками? С научными сотрудниками? У тебя даже нет университетской степени. Ты подопытный зверёк. С чего вдруг ты возомнил себя научным сотрудником? Вы же прислали мне письмо. Мы шлём такие письма всем подряд. Итак, хитрость в том, чтобы бросить её прямо и как можно ближе к колышку. Есть. Ого. Попробуй ты. Давай. Бен, ты вернулся! Вот здорово! Как прошел ваш эксперимент? Отлично. Сказали, что без меня бы не справились. Тогда почему ты так рано вернулся? А, неважно. Главное, что ты здесь. Как раз вовремя, чтобы выиграть кинтоское дерби. Я не играю в подковы. Почему? Ты чего злишься? Тебя что, уволили? Нет, конечно. Коллеги из лаборатории попросили меня закончить исследование дома. Ты изменился с тех пор, как уехал в колледж, дружище. Изменился? Как тут не измениться? Облучали меня электромагнитными волнами, как лабораторного пса. И как оно вообще действует? Где мои ключи? Бен! Закрой, пожалуйста, ворота гаража. Ой, как нехорошо. Бен! Ты нашел мои ключи! Ой, а ты в порядке? Да. Нет! Сделай мне, пожалуйста, переполюсовку. Ах, какая гадость. Я стал магнитом! Это не сложно. Просто принеси медный провод и кобальт. Нет, еще лучше никель. Короче, любой редкоземельный металл, какой найдешь. Скрути провод и... Или я могу сделать вот так. Молчи и не сопротивляйся! А я что? Я позову Тома. Нет! Ничего не говори Тому. О чем не говорить мне? Вау! Нет! Да, Бен стал магнитом. Магнитом? Это университет над тобой потрудился? Нет! Я не хочу об этом говорить. Эй, слабаки! Пять минут до первого раунда! Выходите на встречу своему неминуемому поражению! Неминуемому поражению! Иди играть, Том. Может, ты победишь их и без меня. Я не хочу побеждать без тебя. Мы команда! И прости, я не одобрял твоих занятий наукой. Нет, ты был прав. В университете мне не место. Ты умнейший в мире парень. Твое место там, где ты захочешь. Да, я очень-очень умный. Но из меня сделали лабораторного зверька для опытов. Пусть думают, что хотят. Сами они лабораторные зверьки. Сидят в скучной комнате, выполняют приказы. А ты следовал зову души, а не разума. И это твой путь. У меня есть свобода, которой нет у них. Однозначно! И я никогда никого не стану облучать электромагнитными волнами. Мы и так облучаемся каждый день. Но как же нам сейчас тебя отклеить? Я не знаю. Чем сильнее сопротивляюсь, тем сильнее примагничивает. Но чем более я расслаблен, тем слабее тяга. Понятно. Тебе просто нужно расслабиться. Это не должно быть сложно. Да, расслабиться. Я попытаюсь. Не получается. Ты напряженно расслабляешься. Попробуй разжать ягодицы. Когда ты в напряжении, ты ходишь вот так. Неправда. Я так не хожу. Или хожу? Попробуй расслабить крупнейшие мышцы. Тогда расслабится все тело. Это же глупости, Хэнк. Давай действуй, Бен. Ладно. Эй, а ты был прав. Чем больше я расслабляюсь, тем слабее мой магнетизм. Чем сильнее напрягаюсь, тем сильнее я намагничиваюсь. Бен, если ты научишься управлять своим магнетизмом, ты сможешь стать супергероем. Да. Эй, слабаки. Ого. Выходите проигрывать. Или хотя бы выиграть кентосское дерби. Да, начнем с этого. Эм... Да. У-у-у. Ха-ха. Э-э-э. Слабаки. Ха-ха-ха. Сейчас вы ощутите силу магнитного притяжения. А-а-а. Подковы. Недолго смог Бен управлять собственным магнетизмом. И кубок дерби вместе с правом на владение автоматом с прохладительными напитками остался в руках прежних чемпионов. А-а-а. А Бена размагнитили и вернули к обычной жизни с помощью электролитов в его любимых энергетических напитках. И как запущенную в воздух подкову притянет назад к земле, так Бен и Том через год вернутся к борьбе за право величать себя чемпионами кентосского дерби. Нет-нет-нет, еда только для гостей. Только для гостей. Что? А я гость. Тебя не могли пригласить, ты надел шарф задом наперед. Нет-нет-нет, еда только для гостей. Только для гостей. А я гость.